Приветствую вас, дорогие друзья, на своём канале. И сегодня хочу вам рассказать о таком напитке прохладительном из мяты. Это летний напиток, очень освежающий, в жару прекрасно пьётся. И хочу рассказать, как я его готовлю. Готовится он очень просто. Я сказала, что основной ингредиент здесь мята. Но помимо мяты у меня, значит, лимон, имбирь, мёд. Вот. Вода. Воду надо закипятить, естественно, закипятить. И остудить её градусов до 80. Вот с крутым кипятком заваривать не надо. То получится веник. А нам надо напиток вкусный. Поэтому мы будем делать так. Мята, естественно, должна быть чистой. Мы её моем и кладём. Сейчас буду рассказывать, как последовательно я делаю. Вот я беру... Ну, здесь мяты у меня много. У меня кружечка не очень большая. Для того, чтобы попить. Так, значит, ну, ладно, положу всё. Убираю тарелочку. Так, имбирь у меня. Я кожуру счищу буквально чуть-чуть. Имбиря много тоже не надо. Да, раз, на такую кружечку. Всё делайте на глаз изначально. А потом уже каждый установит себе дозу. Что больше... Кому что больше нравится, тот то и добавит. Вот как делаю я. Буквально... Режем имбирь тоненько. Вот этого количества достаточно. Вот на такую кружечку. Имбирь, он горчинку придаёт такую свежесть. И режем лимон. Вот такие тоненькие дольки отсюда. Мёд, естественно, уложит каждый себе по вкусу. Я делаю так, как мне нравится. Вот я на такую кружку кладу... Столовую ложку мёда. Вода вот у меня уже она остыла. Градуса 80. И я вот это всё заливаю водой. Кружка у меня вот эта литровая. В общем, на литр я делаю... Не нашла того, что надо. Но это не важно. Вот так вот я заварила. И я настаиваю это всё. Можно прикрыть полотенчиком. Постоит минут какое-то время. Но надо... Если это прохладительный напиток, нам нужно, чтобы он остыл. А пока он остывает, я вам хочу рассказать про мяту. Буквально не так много, но расскажу. Я вот сейчас пользовалась свежей мятой. Потому что у меня рядом огород. У меня там небольшая плантация моей мяты. Но лучше всего мяту использовать та, которая... Срезать мяту нужно и сушить её в то время, когда у неё самое большое количество витаминов и полезных веществ. Это значит средина июня, средина июля, до того, как она зацвела. Её, конечно, можно срезать. И после срезки она опять растёт. Но какое количество там витаминов, я уже не знаю. Но, как говорят, что самое полезное вот именно со средины июня до средины июля. Вот она у меня, сушёная мята. Вот такие у меня гирлянды. Такие гирлянды у меня не одна. Я сушу это на зиму. Я её убрала сюда. Их у меня много. Показала только вам на одной. Для чего вообще мята нужна? Вообще мята – это женский напиток. Это успокаивающее средство. Когда всё плохо, всё не клеится и всё прочее, что делать? Но не за утку же браться. Берёмся за чайные такие напитки, как из мяты. И начинаем себя успокаивать тем, что вспоминаем лето, вспоминаем всё хорошее. И пьём очень приятно. Очень приятно. И все знают, что мята – это приятный ментоловый запах. Вот эти мятные ментоловые запахи во всей кулинарии они применяются. И в рыбу, и в соусы, и в супы. К мясу добавляются. В общем, кто во что гораст. И вот такие напитки делаются. Я делала лимон-имбирь. Вы можете делать там всё, что угодно. Класть. Но основное – это будет мята доминировать. А если мяту с ромашкой делать, это вообще успокаивающий, успокаивающий, успокаивающий напиток. Ну, а теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, что у меня получилось, какой напиток, какого цвета. А то, что вкусно-невкусно, уже буду пробовать только я. А вы себе сделайте и насладитесь, попробуйте. И как бы ещё не разлить. Он ещё, конечно, горячий. Вот он будет чуточку вот такой вот мутный. Чуточку. Но поверьте мне, что это очень вкусно. Ну что, дорогие друзья, за ваше здоровье. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!